здравствуйте добрый день вам видно меня да хорошо видно хорошо я сейчас еще лучше ну вот так а чего же вы без платка то почему ну как бы у нас сейчас православные знаете как дома без платка только в церкви в платке можете его сейчас надеть в принципе как бы у меня сейчас нету я не дома сейчас сейчас посмотрю что нибудь если найду подходящий я по телефону как бы я сейчас отложу ничего ничего я подожду ну и шарфик подвязала шарфик нашла до подвязала наши условия на все записывается выставляется в курсе я не первое видео вашу смотрю как бы я в курсе нет пожалуйста говорите пожалуйста я слушаю вас у меня как бы библейского плана вопрос я знаете как бы я не только с вами консультируюсь с несколькими людьми богословами как бы ну общаюсь и потому что ну как бы для меня это не просто ради интереса я такой человек как бы либо я принимаю либо не принимаю либо я верю либо не верю не как бы но для меня это серьезные вещи как бы я верю в бога у меня бабушка была верующая и я не просто верю у меня много фактов было о которых уже говорят знаете как что не верю не верю а знаю вот и у меня как бы такой вопрос знаете я как бы нахожу в деяниях во второй главе где пишется о посвящении духом святым до апостолов и там описывается момент когда было посвящение да и когда они сделались как бы якобы как пьяными и все думали что они выпили вина да как бы и каждый понимал там указывается свое наречие а вот в 1 коринфянам как бы там пишется о том что немножко как бы по-другому указывается что вроде это иные языки которые не понимал никто только известно богу что даже как бы получается ангелом они не известны до что человек что говорит человек говорит богу да как бы не людям но богу сказано и как бы вот у меня вот ну такой соблазн что сомнение какое-то ну и там как бы пишется о том что ревнуете о дарах духовных да и как бы что описывается момент что не как бы ревнуете о дарах духовных да ну лучше вам как бы излагать уметь да как бы быть уметь понимать как бы дайте языки не просто как бы говорить что толку что вы будете уметь говорить языками данную не уметь изъяснять вот и как бы вот у меня с одним человеком была дискуссия на эту тему буквально вот недавно перед вами и он как бы объясняет это тем что якобы да что если бы это было объяснение нашими языками человеческими да как бы на которых разговаривают люди неважно там немец американец или кто там а то было бы понятно людям что это не подходит вариант если же значит какой-то язык который не понимаем мы тогда понимает ангелы естественные бесы соответственно получается да как бы опять не подходит и как бы он приводит такой довод ну что это был какой-то язык который как бы ну они на данный момент не знали ну для меня в моем понимании как бы это все равно опять несостыковка потому что получается если это человеческий язык в любом случае ангелы его знают да как бы потому что получается нет на земле языка которого бы не знали ангелы вот ну как-то меня не удовлетворил этот ответ знаете я решила как бы с вами посоветоваться как вы сюда выше на наш канал или как через youtube я вас нашла я смотрела много видео ваших хожу часто смотрю слушаю ну то есть бывают моменты на интересующие вопросы когда ты ищешь ответы какие-то и бывает находишь через видео бывает через людей верующих знающих все равно же видно человека который ну хоть немножко что-то знает толкового человека до который может что-то объяснить или человека который совершенно далек от этого абсолютно и не может ни на какие вопросы ответить зачем эти деки были нужны тогда что нужно для моего моста во второй главе деяния апостолов языки для чего нужны были но как бы вот там же описываю описывается что они даны для неверующих да как бы объяснение дается для для верующих да как бы описывается вот тут в общем дело для кого они верующие то который говорит неверующие или для кого говорит неверующие ну вот как бы смотрите в коринфянам там написано что если придут к вам люди до которые ну не верят не в бога ни в кого плод придут первый раз люди до церковь и увидят что вы разговариваете на этих языках и не будете изъясняться да что не скажут ли они что вы беснуетесь и как бы там дальше пишется до что это суть знамения для неверующих знамения изъяснения для верующих как бы получается тут такое дело знамение для неверующих тех которых посетила это вот когда евреи обратились они язычникам путь закрыли бог еврейский небо еврейское и поэтому люди которые приходили язычники они не имели убежденности что бог их принял не те кто придет те скажут что беснуйтесь а тех сказано а это да не верующих которые обратились к богу и нужно было доказательство и бог давал знание вот это говорение на языках и они тогда верили и петр говорит как мы могли не подать им крещение когда они приняли духа святого как и мы он ссылается на это речь на язычниках евреи их настолько забили что вход закрытый был ягод получил духа святого петр этим оправдывался и вот говорит войдет неверующий это который зашел через порог а даром это да неверующих кто принял его вот тут большая разница в этом веся суть но я как бы меня в принципе интересовала вот вопрос об этом даре вот смотрите вот многие протестанты сейчас как бы вот я ходила одно время туда да как бы ну знаете было такое вот поиск как бы для сверения там посмотрела тут посмотрела как бы до почитала поизучала где и что и как должно быть потому что я верю только богу и верю только библии и сверяю все соответственно с ней посмотрела как бы вот у них вот эти иные языки это просто какое-то боляк они непонятно чего да вот и для меня это было вообще конечно шок что это такое непонятное вообще просто какой-то боляка нет но знаете мы не согласия какой-то было сразу изначально я сразу подымал этот вопрос там как бы ну естественно меня от некали от некали вот этим моментом деяния во второй главе что на апостолов когда сошел святой дух они заговорили иными языками вот они просто как бы контент вы ты вырвали оттуда текст а дальше не читаю я как бы вот поверила понимаете пока сама не нашла пока не прочла дальше туда дальше ниже да где пишется о том что это были не просто иные языки это были языки людей которые там находились вот как бы они просто вырвали текст и вот его преподносят везде а дальше там не читают ниже я поняла что это не тот язык совершенно как бы слушать меня соответственно никто не стал конечно они на своем убеждении вот меня как бы интересует и интересует вот этот момент вот в первом коринфянам как бы что там описывается именно как будто бы не человеческий язык да там так и указывается что никому он был непонятен только богу одному дать вот как бы богослов олег владимирович мне объяснил что якобы это внутренняя молитва покаяние но как тогда она внутренняя если говорится о том что молитесь двое или больше трое до один изъясняй как бы описывается о том что это для знамения для неверующих вот ну как бы меня интересует как бы проявление вот этого языка какой это был все-таки язык что это был за язык будем говорить как об историческом факте в третьем веке как и рене ленске уже все это кончилось больше не было искусственно это не возродишь потому написано где они апостолов иные языки я не слышали и говорящих на их наречии не только на этом диаметах да а в коринфянам то там по-другому как бы немножко излагается вот чё это пропула распространение евангельской вести а когда там говорится там говорится коринфская языческой церкви из язычников пришедшие которым евреи говорили что вас бог все равно не принял и тогда вот это гар этот был дан но вместе с даром было дано и пояснение что должен быть толкователь за время богослужения два или три только могут выступать то есть какой порядок был было много шума как сейчас у пятидесятников они говорят горгощут все вместе фатер-фатер мутер-мутер и грешёшь так она молится я обратился евангелие получил среди пятидесятников мне это очень хорошо известно это моя родина но я там ничего не получал просто библию мне дали библии впервые в 23 года получил с детства верующий был знал бог есть суд божий нельзя то другое делать а вот уверовать по евангелию это совсем другое моя жизнь мгновенно изменилась и не просто так а бог даровал крещение духом святым в полном отречении от этого мира как написано у иоанна богослова первом послании рождён от бога не грешит и не может грешить все бог снял и сделал полное отвращение к тому что было хотя у меня там не было ни воровства и не матерков не женщина от всего бог меня хранил по молитвам матери так теперь ну вот как совместить эти места никак это абсолютно разные явления и поэтому рассуждая об одном тот пункт если второе первое послание коринфянам это один разговор а если там то так никак не связаны между собой они понимали один должен был быть толкователем а если толкователя молчи молчи а соблюдается у них нет они не по одному они гомором как вот гусей когда гонишь осенью они гогощат так эти какие-то слова то другое вот у нас тут есть известный священник отец олег стеняев и он как-то попал к ним а он занимался изучением еврейского языка и и решил у них помолиться как они его а сразу это наш брат пришел давай переводить он говорит постойте братья сестры я считал еврейскую молитву о покойниках об упокаянии души нет 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 это там переводчики на то есть вранье сплошное не надо этого я затоузг мне это чудо не нужно я и так верю если я верю что иисус умер за мои грехи лично за мои и я ему даю место в моем сердце жить для него мне чудес больше не надо самое большое чудо иисус горит не будет дано кроме знамение иона пророка то есть тот был вообще веке татриня иисус здесь в очеве земли если ты веришь что он воскрес а не как мусульмане что не воскрес тебе больше чудо никакого не надо как вот самый большой какой грех дух святой придет и обречит что не верует в меня не убийство не воровство это все потом не верует а раз не верует это все грехи в этом заключаются бога нет творим выдумывай вот и вы хорошие вопросы задаете и успокойтесь этого не надо теперь этого нету теперь это беснование самое натуральное вот и все вот я знаете немножко перебью вас вот и у меня как бы и возник в плане чего этот вопрос я когда ходила туда они преподавали вот эту молитву значит на этих языках и я решила попробовать дома у меня сынок был тогда ему наверно лет семь или девять было и мы с ним стали а у меня были иконочки перед иконочками а у меня свой дом как бы был раньше в деревне я в деревне жила вообще-то и у нас очень плотный пол был вы знаете ну не качался знать как вот бывает скрипит там доски скрипят или еще что-то у нас было доски постелены на землю и как бы еще покрыты сверху этим дсп то есть очень плотный пол был доски соответственно дело со старый дом очень толстые и вы знаете мы стали так сыном делать мы взяли за руки как они учили нас и стали так молиться поднялся сильный шум вы знаете было ощущение что как будто самолет садится на дом мой сын я сначала думала что мне кажется но когда сын спросил меня что это я поняла что мне это не кажется и у меня стояли банки на полу они начали колотиться друг от друга и я слушал слышу так вот мысленно как будто так вот вопрос хочу ли я увидеть у меня такой был страх я сказала нет я не готова и потом ну как боятся размышляла что я понимала что бог наверно страха то не дает как бы да что это было не от бога такое явление это не просто так было явление знаете но вот это даже сын мой увидел говорит мама что это было говорит вот было такое серьезно вам говорю и после этого я сказала я больше не в жизнь такие молитвы совершать не буду и когда меня спрашивали знакомые куда я ходила туда что почему ты так не молишься я сказала рассказала эту ситуацию и сказала я в жизнь больше так не буду даже не уговаривайте меня я говорю внутри не согласна значит не просто так и и все как бы вот я об этом поэтому как бы меня вот эти моменты немножко видать как бы заблуждаю понимаете заблудили я поэтому ну как бы советую все со многими людьми чтобы мне не заблудиться если по серьезному вы думаете что душа у человека есть хотите и спасти я вам просто буду говорить без всякого доказательства потому что это моя жизнь доказательства очень простые господь основал церковь создал и говорит 16-18 евангелие от матфея я создам церковь и врата да не одолеет и он и один раз создал где в сионской горнице и вторая половина для язычников дверь открылась корнили все хорошая церковь плохая одна создам церковь они церкви поэтому вне церкви нет спасения повторяю что это не просто так а это написано вторая глава 47 стих дьяни апостолов и господь ежедневно прилагал спасаемых церкви но спаслись бы как баптисты адвентистов к церкви а церковь там где есть рукоположение дар духа святого восьмая глава дьяни апостолов и поэтому я как православный могу только посоветовать пойти в храм православной на исповедь к священнику не смотри кто он такой как рассказать все исповедуется получить разрешение от греха от того что вы соприкоснулись с нечистой силой это не от бога я ходила я очень долго ходила на собеседование по этому вопросу туда и как вы знаете опять вот сейчас такая ситуация у нас обстоит до стране многие отходят от церкви да вы знаете в курсе много священников отходит от церкви да я бы это знал у меня брат священник что много отходит откуда такие сведения а вы знаете я вам перепишу в следующий раз фамилии хорошо это не значит надо знать где такой храм не просто священник у иванов петров это я скажу неправда заранее потому что я общаюсь с этими людьми я вам скажу я общаюсь с этими людьми я уточню все это подробно и как бы вам скажу и вы скажете понимаете вот пришел баптистом человек и я цыган но я священник православной я бы священник православный цыган попросил свет встретились ну уверовал библию знает считает немножко я говорю скажи вторая к тени я как он сразу засмеялся как у меня быстро раскусили он их обманывал и сразу начал материться и все а баптиста его привет или проповедь говорит а пришли ко мне на работу рассказывать я говорю обман ну и пошли они шли с ними сразу завернул милиции его раз за руки взяли и туда он как начал материться там все они выдумывают я батя не верующий совсем вот и все вы не верьте этому нет вы знаете я узнавала про этих людей это да действительно священники были бывшие их отстранили как бы сергей бондарь серафим бондарь такие есть их исключили они развратичали или пьянствовали я встречал таких но немного вот допустим мы прошли 30 тысяч домов только в одном доме такого встретили якобы что кирилл наш патриарх отошел по 15 правилу и там еще каком 46 что ли правило отошел якобы собора такого вот я не скажу точно это 15 это 7 вселенских соборов 9 поместных и он называл я просто не запомнила патриарх упоминаем все он не наш мы к нему не относимся мы относимся к русской православной зарубежной церкви но у нас общение с ними к нам их митрополит приезжает мы деревню строим православную у нас очень хорошие отношения с ними он приходит у нас богослужением руководит один раз тут был я понимаю отношения но и должно быть отношения это и в слове божьем сказано но сообщаться с еретиками сказано это уже другой вопрос как бы и вот если действительно такое отступление да что он допустим с мусульманами говорит о том что один бог как бы ну молиться вместе обман марина послушай внимательно не собирает эту грязь стряхни 6 языка и больше не повторяй патриарх это не мой но я каждый день молюсь за него за пап римских мне дано молиться я тоже молюсь старее за начальствующих не судить какой я судья для осуждения это говорю для себя обман все обман чтобы не заблудиться патриарха много говорят а нам зачем это верится вот у меня бывает где я бываю нападает а вы еще не видите евреи всю страну разворовали я ничего нет но я всегда отвечу но поносить нельзя это в раму племя мы должны благословлять его чтобы я согласна с вами проклят будет но если это правда так там все эти олигархи евреи ну и что из этого это где-то партизанские разные отряды снабжали у ефиопов это лучше было я никому не завидую у меня достаточно всего при минимальной пенсии 8000 я как бы по натуре по своей тоже простой человек я как бы никогда не стремилась и нагрести что-то знаете как многие там стараются тема тема коснулись к этому больше нигде не возвращайтесь поблагодарите бога мы встретились поговорили сходите храм исповедуйтесь к еретикам не ходите успокойте душу свою они еретики они вне церкви они не церковь никакого отношения к ней не имеют это наследники 16 главы чисел дофана верона и корея те решили отдалиться и земля провалилась живем в ад пошли вот так это их последователи а в первом послании коринфян 10 глава 6 11 стих говорит об этом пост алпайл это были образы для нас достигших последних веков чтобы мы не были походливы на зло и как они были походливы вот и все но меня как бы в принципе интересуют предсказания о последних временах понимаете как бы они связывают все вот с этим же не просто так да с начертанием антихристовым до пришествии в мир антихриста и всего прочего марина еще раз говорю это все описано у святых отцов вот у меня вышел трехтомник нового завета с толкованием полное толкование откровения как святые отцы понимали с первого века не может быть никакой печати там не написано печати начертания если его самого еще нету первую очередь будет объединение мира границы исчезну денежных единиц не будет москва но в принципе москва будет сожжена в один час этого еще ничего нету и поэтому это понятно что нету но это идет к этому все у сейчас в данное время так соединению и к тому чтобы границы убрать мутят они не бога боятся антихриста а это никуда не годится мы должны верить бога господь говорит так апостол павел кремлина 16 глав 20 сих и сокрушит сатану под ногу и под ноги ваши вскоре ну жайтесь я победил мир говорит господь нам нужно заботиться как быть в духе святом святого не имея тот не его 8 глава 9 сих кримлянам говорит жить для бога быть движимым духом святым как серафим саровский говорил стяжание духа святого в духе святом господи царю небесный утешитель приди и всевесь в нас и очисти нас от всякой скверны и доброты благ вот что нужно молиться царю небесный да я согласна с вами вполне согласна вы постарайтесь из этого выйти больше никогда не задавать и не думать об этом думать как жить правильно кому помочь как в духе святом видеть нужду в ближних своих никуда церковных людей не отходи православие много не знают проповедуйте только конечно рукава и грудь закройте чтобы грамма тела не было видно вы на наших ресурсах бываете видели как у нас одеты люди до видела у нас очень богатые ресурсы youtube у меня 20 тысяч 400 роликов мы строим деревню православные все снимается и все на пользу людей сколько новых душ пришло из разных сект в прошлом году мусульмане принимают крещение евреи люди обращаются потому что мы работаем с ними и они понимают без христа спасения нет а вот вы знаете возможно у вас спросить еще один момент я крестилась а когда меня крестили не погружением а просто так брызгали и все это обман крещение не было да надо готовиться к крещению ну вот я знаю что у нас новосибирске допустим не делают полное погружение только детей маленьких делают сейчас вот каждый год 7 7 июля приезжают люди мы заранее разрешение даем приезжает готовятся и проходит крещение в озере священник заходит в воду каждый заходит и троекратное полное погружение вы можете найти на нашем ю тубе я видела я смотрела как бы вот если я допустим приеду к вам креститься да это как бы не будет что я вроде как в другую церковь ушла что ли или как же дело уже если сомнение есть еще вам больше не надо сомневающиеся подобной морской волне это что как бы ну стоит она учили не тут у нас все по канонам я знаю я знаю но вы говорите что вы к зарубежной церкви относитесь все же теперь объединили вообще все это не имеет значит а белая мигрантская которая сохранила все в той красоте как было до революции не просто так а теперь они все это объединили вместе поэтому к нам приезжает митрополит служит нас ничто не разделяет который не понимает он языком говорит отвечать не думает за свои слова при митрополите я проповеди говорю когда митрополит от патриархии ну хорошо в принципе мне как бы вообще вот я смотрю ваше видео некоторые как бы высказываются ваш адрес я как бы говорю что я не вижу у вас плохого ничего я должен христу быть верен они уже против меня 250 роликов примерно в интернете ну и что я должен спрятаться у меня больше сколько новых людей приходит почему если нас не гонят значит мы не угодно богу господь гнали меня будут знать вас вот меня и гонят они ничего против не имеют я ни у кого ничего не брал поэтому они завидуют потому что у них ничего нету а у нас сколько людей во всем мире приближаются люди и финлянди и в англии в америке смотрят наши ресурсы делаются православными есть такая возможность к вам приехать и покреститься да у вас мы должны с вами переписывать и говорим здесь и тогда мы увидим надо готовиться вы от писания знаете это отлично приехать по форме одеты если у вас кто-то меня ушили кто на своей машине будет для вас может лучше было бы ну это надо будет тогда да я же работаю у меня тоже кого пара маршрутку тогда бы давно пока ничего сказать не могу я вас не знаю я вижу как раздетые вольно у нас это не разрешается чтобы вот смотрите как у меня рубашка застегнута никто мужчина не расстегнет мы перед богом стоим великим вы как бы дома я поэтому нет вы всегда перед богом не дома перед богом вот главное бог сюда везде но я как-то считала не на не около русалима не где-то бог говорит всюду везде нет это понятно конечно но я как бы считала чтобы все вопросов нет если он меня создал вопросов не то расходимся нет все спасибо большое нет больше я все скину наши ресурсы а хорошо с богом марина всего хорошего богом